Сегодня православная церковь чествует память святителя-старца, принявшего добровольный подвиг мученичества. Во времена царствования Константина Великого, следуя христианским заповедям, Марк, епископ Арифусийский, разрушил одно языческое капище, и многих людей из языческого заблуждения наставил на праведный путь спасения, назидательную беседою и примером непорочной жизни. В Арифусии многие язычники зато ненавидели священника. Пришедший к власти в ту пору Юлиан Отступник запретил христианство, и языческое нечестие стало вновь разрастаться. Получив волю, враги святого Марка решили отомстить христианам и начали на них гонения. Не желая прятаться от преследователей, Марк добровольно предал себя на мучения. Всеми немыслимыми способами истязали святого. Ему рвали волосы, терзали тело, волочили по дороге, топили в болоте, подвешивали связанного и резали ножами, сжимали ноги в тисках, отдавали на расправу диким пчелам, требуя отречься от Христа. Чудовищные пытки не сломили его волю. Святой старец словно не замечал боли, чем еще больше раздражал мучителей. Он, казалось, воспрял над миром. Видя несокрушимую твердость святителя, жители Арифусии отпустили его с Богом на свободу. Святой Марк показал себя в страдальческом подвиге полным сил. Он еще долгие годы нес людям правду о христианстве, и многие люди под влиянием его бесед обратились ко Христу. 11 апреля. День памяти святого Марка Арифусийского. Субтитры создавал DimaTorzok